Всем привет, друзья! С вами Ирина Корнева. Спасибо большое, что заглянули на мой канал. Сегодня я отвечу на вопрос подписчицы, который, я думаю, что действительно очень нужна моя помощь. Вопрос задала Елена. Елена спрашивает. Одно говорит из моих опасений, как выбрать честного подрядчика, а не мошенника. Что делать с родственниками второй половины, которые говорят, что фотограф не нужен, оператор не нужен, ведущий не нужен, что якобы тетя Клава у нас активная, сама проведет, а наснимать можно из телефонов. Как их переубедить, что каждый должен заниматься своим делом. Нелегко вам будет, нелегко, но давайте попробуем разобраться. Готовы? Погнали! Вообще могу сказать, что частенечко у нас, даже у нас, хотя к нам приходят ребята, которые понимают ценность и целостность мероприятия, которые понимают, что нужен организатор, тем не менее, даже у нас бывают ситуации, когда родители с одной или с другой стороны противятся чему-то и говорят, что там декор не нужен, еще что-то не нужно. И в большинстве случаев нам прям вот приходится их переубеждать и объяснять, почему это важно и почему нужно все-таки взять того или иного исполнителя. Ну, давайте начнем с первой части вопроса. Это как выбрать честного подрядчика, не мошенника, как сделать так, чтобы человек приехал на ваше мероприятие. Прежде всего нужно искать подрядчиков, которые занимаются этим делом постоянно. То есть не те, для которых это какая-то подработка, не те, которые якобы условно хорошо говорят или хорошо на дне рождения любят пообщаться со всеми, а именно тех людей, которые действительно профессионально этим занимаются. Я даже за то, чтобы фотографы, видеографы действительно занимались только этим. Потому что бывает такое, что мне пишут невесты, говорят, мол, мы возьмем видеографа, который работает на телевидении там где-нибудь. И я понимаю, что одно дело работать на свадьбах, другое дело работать на телевидении, это совершенно две разные профессии. И для того, чтобы телевизионщику сделать хорошее видео, ему нужно... Ой, ну, слушайте, ну прям постараться, потому что телевизионщики – это люди, которые привыкли снимать стационарно. Вот они поставили камеру, и вот они снимают на эту камеру. Поэтому я все-таки за то, чтобы человек занимался только этим, и чтобы человек, естественно, болел за свою репутацию. Поэтому искать исполнителей нужно таким образом, чтобы человек занимался только этим, чтобы у него был свой сайт, чтобы у него была там страничка в Инстаграм, чтобы были какие-то отзывы, чтобы было какое-то понимание, сколько лет он работает и так далее. То есть чтобы вообще, в принципе, понимание было, что этот человек не первый раз, не вчера проснулся и понял, что он там фотограф, видеограф или ведущий. Это относительно мошенничества. Могу сказать, что если человек работает какое-то количество времени на рынке, то он не будет себя подставлять из-за какой-то небольшой суммы, из-за одного заказа. Короче говоря, заработать хорошую репутацию достаточно сложно. Поэтому действительно человек будет стараться делать все возможное, чтобы провести мероприятие хорошо, отработать как фотограф хорошо, как видеограф хорошо, если он действительно постоянно этим занимается. Это первое. Второе. Обязательно нужно заключать договор. Обязательно нужно заключать договор, просить паспорт, чтобы у вас была копия паспорта этого человека. Это просто супер-супер важно. Это, значит, относительно первой части работы с подрядчиком, чтобы это было не мошенник. Теперь вторая часть относительно родственников, которые говорят, что фотограф нам не нужен, потому что все на телефоны будут снимать, видеограф нам не нужен и прочее. Вы знаете, мне так грустно, честно говоря, частенько это слышать, потому что я обычно слышу это именно в вопросах каких-то, потому что я понимаю, что свадьба реально один раз в жизни бывает. И вот, по сути, у человека за всю его жизнь, в принципе, вообще не бывает фотографий профессиональных каких-то хорошего качества, ну, в большинстве своем. Ну, если только человек не ходит специально на какие-то фотосессии, если человек специально там не нанимает профессиональных фотографов. То есть, по сути, это единственный раз в жизни, когда у человека есть возможность получить фотографии хорошего качества, фотографии от профессионального фотографа, когда невеста с хорошей прической, когда невеста с хорошим макияжем, когда невеста с проработанным образом. И если и в этот день невеста не получит фотографии, ну, слушайте, ну, а когда еще? Ну, вот когда еще, если не в день свадьбы нанять фотографа? Никогда. То есть, все будет в формате, ну, здесь смазано, здесь как смогли, здесь ноги попали в кадр, здесь там еще кто-то зашел в кадр. Понимаете, получается, что не будет ни одной фотографии, даже которую можно напечатать и за стенку повесить, элементарно, если это будет съемка на телефон. Это действительно так. Потому что те люди, которые снимают на телефон, ну, чаще всего это обычные пользователи, которые, ну, здесь там перекосилось, здесь смазалось, здесь там что-то не получилось. И вот это и нужно объяснить вашим будущим родственникам, что, ребят, ну, это единственный шанс реально у молодоженов получить красивые фотографии. Больше в их жизни, возможно, не будет вообще никогда профессиональных фотографов и профессиональных фотосессий. Это первое. Теперь относительно видеографа. Ну, та же история. Вот, вы знаете, я вот в такие моменты обычно сдаю вопрос, когда молодожены говорят о том, что да нет, мы, наверное, не будем брать видеографа. Я сдаю вопрос. Вы бы хотели посмотреть видео ваших родителей со свадьбы? И они говорят, да, я бы хотела, там, родителей или бабушек, да, там, у некоторых уже бабушек нет в живых. Они говорят, я бы очень хотела увидеть видео, как моя бабушка там выходила замуж за моего дедушку, например. И мне кажется, вот в этот момент сразу становится все понятно. То есть мы все не молодеем. Молодожены, там, дочка ваша, да, и ваш зять, он тоже когда-то будет дедушкой, он будет уже взрослым человеком. И как-то будет совсем грустно, если с дня свадьбы не сохранится ни одной записи профессионально, не будет видеозаписей. Да, это может быть в формате «сняли на телефон», но что такое «сняли на телефон»? Это же не будет человек всю свадьбу ходить и снимать на телефон. Нет, он поснимает вот так вот, как в сторис, снимает вот так вот, поснимает, здесь три секунды, там две секунды, тут десять секунд, тут минутку поснимал. Все, на этом все и закончится. И, в общем-то, получается, что будет это все урывками, это все потеряется в конечном итоге, и не будет на выходе ни фото, ни видео нормальных. И будет, знаете, такое ощущение, что вроде праздник-то и был, а ничего не сохранилось. То есть вроде бы на дворе это 22-й год, на дворе у нас не 80-е годы, когда там сложно было заказать фотографа, на дворе 22-й год. То есть, ну, если вы понимаете, что дорого, но возьмите фотографа на меньшее количество часов, возьмите видеографа на меньшее количество часов, но совсем отказываться от фото-видео в пользу телефона, это, конечно, не совсем верная позиция. Постарайтесь вот это вот и донести до ваших родственников. По поводу ведущего, ну, это совсем, конечно, неверная позиция, опять же, что ведущий может быть наша тетя Клава, потому что, знаете, как получается, на мероприятии, на самом деле, веселость мероприятия в большинстве своем зависит не только от гостей, но и от ведущего в том числе. То есть если ведущий плохой, если ведущий с какими-то пошлыми шутками, если ведущий, который вышел там с баяном, у нас, кстати, была такая история однажды, когда мама невесты говорит, ой, слушайте, давайте мы возьмем ведущего, который ведет нам на работе там все какие-то, все праздники. Он все праздники ведет, он будет все хорошо, все он у нас проведет. И на выходе получилось так, что ведущий начал, ну, как-то шутить, знаете, так не особо хорошо. На выходе получилось так, что он потом вышел с баяном играть, понимаете? И мама сидела вот так вот и вот просто вот чуть ли не голову под стол прятала, потому что, ну, это ужасно, понимаете? Когда человек из прошлого, когда человек портит праздник, единственный, возможно, такой крупный, большой праздник детям, то это, конечно, ужасно. Поэтому постарайтесь все-таки это донести. Если совсем никак, если совсем не получится, то, Елена, я вам рекомендую все-таки, вот несмотря на то, что не хочется оплачивать самостоятельно, в одиночку, да, за все это, оплатите самостоятельно за это, потому что, ну, вы просто, я думаю, что вы себе не простите сами же, да, что в свое время прислушались к неправильному мнению и не дали возможность детям получить хорошие фотографии, хорошее видео, и не получилось сделать хороший праздник просто потому, что прислушались и взяли какую-то там тетю Клаву активную, да, которая вообще никакого отношения не имеет к свадьбам. Да, лучше здесь потратиться, но потом вспоминать этот день как самый счастливый день в жизни, чем расстраиваться из-за того, что надо было все-таки взять хорошего фотографа, надо было все-таки взять хорошего ведущего, надо было все-таки взять хорошего видеографа, надо было бы, но вернуть уже это нельзя. Свадьба всего лишь один раз в жизни бывает, и переиграть повторно и исправить свои ошибки, которые были допущены, ну, уже не получится. У нас, кстати, вот тоже недавно была такая ситуация, когда сторона жениха была против декора, и у нас даже была встреча с родственниками жениха, и они прям, прям вот они не хотели, чтобы был красивый декор, чтобы это было оформлено все подобающим образом. И в итоге сторона невест сказала, мы сами оплатим, нам так проще, мы, это наш ребенок, это наша дочка, и мы действительно хотим, чтобы было все на достойном уровне. Поэтому я вам рекомендую в данном случае вот пойти, наверное, вот таким путем, если не получится объяснить, если после того, как вы включите, покажете это видео родителям жениха, не получится донести, да, и они будут непрошибаемы в данном случае, и будут все равно стоять на своем и считать, что тетя Клава и телефоны могут спасти, и нам совершенно это не нужно. Все, наверное, на этом будут закругляться. Всего хорошего. Елена, я надеюсь, что мне удалось вам помочь. Обязательно напишите потом в комментариях, получилось ли убедить родственников жениха, в итоге к чему пришли. Мне очень хочется все-таки, чтобы каждая девушка, вне зависимости от того, в каком городе она живет, получила тот самый счастливый день и действительно получила достойную свадьбу, о которой она мечтает, в общем-то, с самого детства. Всего хорошего. Спасибо вам большое за то, что посмотрели это видео. Поддержите, пожалуйста, канал, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на канал, включите колокольчик, и подпишитесь на альтернативные источники связи со мной, на мой Яндекс.Дзен и на мой Телеграм-канал. Ссылочку я тоже оставлю в описании. Все.